Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Кисак Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Сегодня у нас в гостях член партии «Яблоко», член полицовета, да, наверное, Лев Шлозн. Комитетического комитета. Хорошо, Лев, очень приятно, давно с вами уже не виделись, наверное, год или больше чуть мы встречались с вами, записывались. Сегодня хотелось бы поговорить о тех событиях, которые есть у нас в гостях также ветеранский пастор Дмитрий Литмортышенко. Мы хотели бы поговорить с вами вот о том, что сегодня происходит, о том, что волнует всех, и в том числе и нас, религиозных людей. Также об этом, наверное, должны договориться о словах, конечно же, да, о военной операции, которая происходит сегодня в Украине. Ну, первое, что хотелось бы сказать, наверное, что мы видим, что, уже не в первом интервью говорю об этом, что как будто снесли все сегодня мировые организации, как будто все в такой патовой ситуации, и ООН, и МАГАТЭ, и прочие организации, что это такое? Это что, бессилие? Или это подошло уже к своему завершению, что надо пересматривать все, что было после Второй мировой войны? Это один из ключевых вопросов мировой политики. Путин раструшил так называемый Ялтинско-Патздамский мир, созданный в 1945 году в завершении Второй мировой войны. Этот Ялтинско-Патздамский мир, с одной стороны, разграничивал сферы влияния между государствами антигитлеровской коалиции, которые победили гитлеровскую Германию. Но, что еще более важно, в устройство этого мира вошли новые международные организации, главной целью которых было предотвращение войны, недопущение новой войны. Ключевой такой организацией стала ООН. Считалось, что эта трибуна, механизмы предотвращения конфликтов, отдельно Совет Безопасности, ООН, в котором были постоянные члены и непостоянные члены, эта конструкция виделась стабильной и должна была служить предотвращению войн. И ООН, и созданная позже ООН по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации исходили из презумпции добросовестности всех участников. То есть вот такая почти парадоксальная уже для 21 века ситуация, что при создании этих организаций считалось, что, первое, никто не хочет войны, потому что все видели только что ужасы Второй мировой войны. Второе, все хотят мира. И третье, все хотят и готовы, может быть, даже если не хотят, но готовы, вести переговоры о трудных конфликтных ситуациях, то есть поддерживать дело. На этом в течение 80 лет держалось мировое жизнеустройство. Так была устроена мировая политика. Были ошибки, были большие трагедии, были действия государств, выходящих за рамки этих институтов, но не было ситуации, при которой весь мир утрачивал контроль за военными действиями на территории какой бы то ни было страны и не мог оказать на эти действия вообще никакого влияния. И после начала военных действий России в Украине стало понятно, что весь наш надгосударственный мировой порядок рухнул, он обанкротился, потому что никто не смог этого предотвратить. Ни Организация Объединенных Наций, ни Совет Безопасности, ни лидеры мировых держав, ни Евросоюз, ни Совет Европы, ни НАТО, никто. И стало понятно, что этот мир закончился, он себя изжил. Но это строилось только на добросовестности. Какие-то предохранители должны были быть, но люди же умные политики. Предохранителем выступал Совет Безопасности ООН. Это предохранитель. Он так и назывался – Совет Безопасности. На нем обсуждались наиболее значимые вопросы, наиболее существенные угрозы. Но если один человек своей волей мог все это разрушить, то это не совсем предохранитель получается. Любые надгосударственные институты строятся на соглашениях государств между собой. Государства участвуют в том, в чем хотят участвовать. Вот для нынешней России стали абсолютно нетерпимыми права и свободы человека. И Россия со свистом, с радостью вышла из Совета Европы. Сделала это вот с припрыжки, задрав штаны, бежать за комсомолом. Сделала это просто с улюлюканьем, как дикие, совершенно непросвещенные, необразованные люди, которым пообещали кусок еды вместо непонятных им нематериальных ценностей. В России заговорили о возвращении смертной казни. Это признак возвращения государства и общества к пещерным временам, просто к пещерным временам. Государство участвует в том, в чем хочет участвовать, и не участвует в том, в чем участвовать не хочет. И сейчас российские власти фактически ввели в стране военное положение, когда замораживаются все политические, гражданские, демократические институты, но не стали принимать указы о военном положении, потому что если принять указ о военном положении, то встанет вопрос, у нас специальная военная операция или все-таки что-то другое. Но все законы военного времени приняты. Приняты законы о военной цензуре, приняты законы об отмене свободы слова, приняты совершенно драконовские законы об уголовных наказаниях за любое инакомыслие, просто за расхождение официальной позиции с властями. Имеет право гражданин сказать, что я против специальной военной операции? Да, имеет право. Просто имеет право. Выходит человек на пикет и пишет нет, дальше известно чему. Имеет право. А по этим законам это право наказуемо. Оно якобы дискредитирует российское государство, российские вооруженные силы. Так вот, весь мировой порядок, созданный после Второй мировой войны, заключался в том, что он был сделан людьми, пережившими ужасы Второй мировой войны. Тогда точкой сборки всего мирового сообщества, точкой абсолютного взаимопонимания всех политиков конца 40-х, 50-х, 60-х годов и даже 70-х, когда пришли к разрядке напряженности. Знаменитое это совещание по безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, состоявшееся 30 июля 75-го года. Общий чудовищный опыт, общий трагический опыт Второй мировой войны привел политиков самых разных взглядов и разных государственных систем к общему пониманию, что война неприемлема. Это касалось советских руководителей, которые прошли войну, пережили войну. Это касалось Крущева, это касалось Брежнева. Это касалось Сталина, кстати говоря, в те последние 8 лет его жизни, которые прошли после Второй мировой войны. Это касалось лидеров всех мировых держав. То есть одним из базовых пунктов согласия, что называется согласие по умолчанию, была неприемлемость войны, то есть неприемлемость решения политических вопросов любых с помощью военной силы. Если какая-либо страна, тем более такая большая, как Россия, выходит, уходит точнее от этих базовых позиций, от этой базовой позиции, то это означает крушение всего миропорядка, потому что Россия – постоянный член Совета Безопасности, Организация Объединенных Наций. Без России поддержание этого института невозможно. Вы в политике давно, и как вообще это случилось? Это же неожиданность такая, или просто все так относятся, как будто это, знаете, такое вероломство, неожиданность. Но, по-моему, это было как-то вот, ну, к этому все ушло. И вот сейчас вот эта формула о том, что нас вынудили, вы как вообще к ней относитесь? Вы в нее верите? Любая форма пропагандистского оправдания насилия является только формой пропагандистского оправдания насилия. Никто никого никуда не вынуждал. Не было никаких сколь-либо доказательных угроз Украины в отношении России. Никаких. Националистические партии в Украине и националистические политики получают чудовищно маленький процент голосов. На выборах в Верховную Раду, по-моему, партия украинских националистов набрала около 2,5% голосов, а кандидат президента Украины от националистов набрал 1,5% голосов. Нет в Украине национализма, имеющего политические масштабы, политическое значение. Но Россия сейчас своими действиями реанимирует прах Бандеры в том виде, в котором она его сама формирует как жупел, как чучело страха. Именно российскими усилиями в Украине могут усиливаться националистические настроения, потому что каждое действие рождает противодействие. Конечно, не за год и не за два Россия шла к нынешнему состоянию. Это долгий путь. Для того, чтобы понять, когда он начался, нужно вернуться в конец Советского Союза, буквально в то, как проходили реформы конца 80-х годов, которые привели к распаду Советского Союза. Кто был готов к этому распаду? У кого была программа демократических реформ, которая должна была бы сформировать новую свободную демократическую Россию? Но эта программа даже не была реализована. В принципе, не была реализована. Тот режим, который появился в нашей стране после 91-го года, конечно, рядом с Советским он казался намного более свободным. Для многих он казался абсолютно свободным. Понятно, что Ельцин в сравнении с Путиным – это демократический президент. Только у Бориса Николаевича Ельцина были другие отрицательные особенности, кроме тех, которые есть у Владимира Владимировича. И когда не были построены демократические институты, когда всей целью государственной реформы 93-го года было удержание власти Ельцина, в том числе с помощью новой конституции, а до этого в октябре с помощью военной силы в противостоянии с парламентом. Это же уход от тех ценностей, на которых должна была строиться современная Россия. Где государственное осуждение ленинских и сталинских репрессий? Где? Не было его. Где решение высших судов? Верховного суда, Конституционного суда о недопустимости и наказуемости повторения практики создания монопольной политической организации, тотальной политической организации, в которой была КПСС. Нет таких решений. То есть, получив в свои руки всю полноту власти в России, новые российские власти сочли, что политическая реформа завершена, что все задачи достигнуты. Дальше нужно подумать о себе, о свечных заводиках, о личных доходах, о личных страховках. О стране-то не думали, когда решался вопрос, кому быть президентом России в 96-м году. Думаешь ли не о России? О том, сможет ли новый президент защитить плоды залоговых аукционов. Когда бесплатно, за копейки, раздали государственную собственность по заведомо криминальным контрактам, для которых был принят специальный федеральный закон, что так можно. Думали не о стране. Совершенно не заботились. Это отдельный разговор. Очень важный разговор. Не заботились о том, что исследователи называют социальную базу реформ. Ведь Ельцин триумфально избрался президентом России. Более 50%. Николай Иванович Решков потерпел колоссальное поражение. Это было поражение коммунистической России. Более 50% избирателей, активных избирателей, пришли на выборы и поддержали Ельцина. Не просто лично Ельцина. Он-то думал, что его лично поддержали. Поддержали курс на свободу. Что сделали с этими людьми? Их оставили без денег. Их оставили без работы. Их ограбили, их унизили. Их просто многих из них. Миллионы людей бросили в нищету. С какой стати они после этого должны поддерживать те слова, с которыми связана новая власть? Какая для них демократия, если с приходом демократии они потеряли благосостояние? И число людей, поддерживающих демократические реформы и свободы, демократические свободы в нашей стране сократилось, извините, в разы. Не на сколько-то, а во сколько-то раз. Люди-то ждали от демократии не только свободы слова и важных реформ государственных институтов, разделения властей, защиты правособственности, независимого суда. Это очень важно. И это, кстати говоря, не настало. Это не пришло. Но люди ждали того, что их бытовая жизнь изменится, повседневная жизнь изменится. Что они будут более сытые, чем были вчера. Что им будет легче расти детей, лечить стариков, легче покупать одежду. Демократия должна давать материальные плоды, показывая, что она в конкурентном отношении более успешный государственный строй, чем авторитарное или тоталитарное государство. У нас любят понятие выхолачивать. Это было не просто выхолачивание понятия. Это было чисто большевистское стремление сохранить власть любой ценой. Ничего они не выхолачивали. Они просто занимались сохранением своей власти. Когда Ельцин принимал решение о том, что наследником, преемником, как угодно, будет Путин. Он же думал не о стране. Он выбирал охранника. Охранника той системы, которую он создал. Ему наушники, жившие вокруг него и вившиеся вокруг него, нашептали про Путина, что этот парень все сбережет, все сохранит. И это сохранится, и это сохранится. И у вас не будет проблем, и у детей не будет проблем, и у жен детей, и мужей детей не будет проблем и так далее. И Ельцин-то пошел не за ценностями, не за идеологией, не за возможностью защитить идеалы свободы и демократии 91-го года, как казалось некоторым. Он пошел в сторону охранника, охранника своего режима. Дали Касьянову 4 года поработать премьер-министром. В наивной надежде, что за это время, возможно, удастся каким-то образом сбалансировать ситуацию. Где сейчас Касьянов? Между прочим, второе по значимости государственное лицо в стране, обладающее доступом к государственной тайне и особым статусом, в том числе особо охраняемым статусом. Его, кстати, лишили охраны ФСО. Ну, правильно. Как можно охранять пятую колонну усилиями ФСО? А это, кстати говоря, опасно. Это опасно для государства. Снимать охрану с лиц, которые длительное время занимали такие должности, нельзя. Ну, просто вот нельзя и все. Вот как раз эта часть системы государственной безопасности. Не личной безопасности, а государственной. Поэтому в сегодняшний 22-й год мы пришли прямиком из 91-го года. Прямиком. Вообще, конечно, если смотреть на историю совсем пристально, то возвращаться надо не в 91-й. Возвращаться надо в 1918-м. В январь. В разгон учредительного собрания. Потому что это была ключевая точка, с которой должна была начаться сборка страны, освободившейся от царизма и от иллюзий. Одновременно от царизма и от иллюзий. Большевики же безошибочно разогнали учредительное собрание. Ленин его называл презрительно учредиловкой. Между тем, это был абсолютно легитимный государственный орган, которому предстояло принять решение о государственном устройстве России. Что это будет? Монархия, конституционная монархия, республика, унитарное государство. И принять фактически основные решения о будущей конституции страны. Именно в учредительном собрании большевики увидели ключевую угрозу своей власти. Они же поступили в каком-то смысле хитро. Отдельный вопрос, что происходило с российской властью после свержения Николая Александровича Романова, это можно уйти в очень значительные и глубокие исторические дискуссии. Там есть тоже о чем говорить в связи с судьбой Николая Романова. Он дорого заплатил за свои государственные ошибки, жизнью своей, своей семьи, включая детей. Но совершенно очевидно, что большевики надеялись, украв власть во время переворота 25 октября, надеялись выиграть выборы в учредительное собрание. Они же их не отменили. Они считали, что если они взяли в руки фактическую власть, то они получат большинство, и решения этого собрания будут им выгодны. Они просто передадут власть вот этим всевозможным советам, систему которых они начали создавать на фоне своего восстания. А народ был еще, скажем так, незакрепощенный. Люди голосовали в соответствии со своим убеждением. Большевики проиграли выборы. Они выиграли их в Москве и Петербурге, но проиграли по всей стране. В Псковской области, в Псковской губернии тоже проиграли. И именно после того, когда они проиграли выборы, у них образовался комплекс неполноценности на честных выборах. Невозможно сказать, что выборы в учредительное собрание прошли безукоризненно, после большевистского переворота. Прошли очень по-разному. По некоторым территориям до сих пор неизвестны точные результаты этих выборов. Часть документов была уничтожена. Но в целом по стране эти выборы дали честный результат. Большевики проиграли. То есть народ не поддержал большевистский переворот. Именно поэтому они поставили свои задачи уничтожения учредительного собрания. То есть если говорить о легитимности российской власти, последняя легитимная российская власть, условно легитимная, это временное правительство. Как ни парадоксально. Но при этом это временное правительство умудрилось оттягивать выборы в учредительное собрание на несколько месяцев. И в сентябре 17-го года с какого-то перепугу, не будучи избранным, не опираясь на парламент, объявила Россию республикой. Вот взяла и объявила. Решила войти в историю. А полномочий на это у них не было. Это могло сделать только учредительное собрание. Они затянули из эгоизма, из желания побыть на гребне политики, гребне истории. Там еще много трагедии было. Они все дорого заплатили за свои ошибки. Кого-то убили, кто-то вынужден был уехать в эмиграцию, у кого-то просто сломало жизнь. И в дальнейшем у них ничего не получилось. Потому что все пошло по незапланированному пути. Лев Маркович, можно возвратить с 91-го года? Давайте. Нам всем казалось, что вот что-то новое, демократия, что как будто Россию переучредили, да? А получается, они просто переобулись, что ли? Переучреждение государства предполагает серьезную общественную дискуссию. Переучреждение российского государства состоялось Борисом Ельцином в каком-то смысле осенью 93-го года на фоне ультимативного конфликта самого Ельцина с Верховным Советом, угрозой военной смены режима и публичных призывов Рудского к авиации, к российской армии, к воздушным силам, бомбить Кремль, чтобы убить Ельцина бомбами. Вот на этом фоне принималась новая конституция. Да, после конституционного совещания, но в очень форс-мажорном режиме. Вот это всенародное голосование в 93-м году, если помните, завершилось мгновенным уничтожением всех документов этого голосования. Избирательная комиссия приняла решение об уничтожении избирательных бюллетеней через несколько недель, я сейчас забыл точную дату принятия решения, но не позже начала 94-го года было принято решение о ликвидации этих бюллетеней, потому что их ручной пересчет показал бы другой результат, просто другой результат. Так государство не переучреждается. Это было насильственное переучреждение. И кроме того, возникает вопрос. Российская Федерация объявила себя преемником СССР. Ну, в части ядерного оружия, в части места в Советы безопасности и так далее. А кто правоприемник Российской империи, скажите мне? Кто правоприемник Российской империи? Куда делось российское государство? Его что, не было до 17-го года? Ну, скажем так, до 22-го года создания Советского Союза? Не было никакого государства на этой территории? А кто будет отвечать? Они решили отчет СССР делать, да, то есть юридически? Юридический отсчет нужно делать с момента разгона учредительного собрания. Этому нет никакой альтернативы. Это последние легитимные государства, образующие выборы на территории нынешней России. Можно как угодно смотреть на то, что эти события происходили 105 лет назад. Как угодно можно об этом говорить. Но проблема заключается в том, что задача осмысления российского пути и задача формирования основ российской государственности с учетом прекращения самодержавия, которая длилась веками, не десятилетиями, а веками. Эта задача остается нереализованной. При этом отменить историю 20-го века невозможно. Есть 69 лет жизни Советского Союза, их никуда не выкинешь. Вы говорите об учреждении России. При этом насколько возможно сегодня эта общественная дискуссия в том реальном мире, в том реальном государстве, в котором мы живем с вами? Дмитрий, в этом государстве невозможно ничего, потому что этого государства нет. Тогда предпосылки какие? Это государство-видимость. У этого государства сломаны все кости. То есть внешнее это тело с какими-то внешними признаками государственности. А все кости переломаны. Разделения властей нет, независимого суда нет, честных выборов нет, свобода слова и других искусств свободы нет, свобода собраний нет, закона полицейского государства нет государства, нет сдержек и противовесов, нет системы коллегиального принятия решений, нет баланса властей и разделения властей, ничего нет. Именно это показывает, что ничего не получилось. Из одного большевизма вырос другой большевизм. Просто людям психологически очень трудно вернуться в 20 век и прийти к мысли о том, что оказывается в 17-18 году не была решена ключевая задача государственного строительства. Общество не пришло к пониманию того, какое должно быть государство. Если спросить у нынешнего общества, ну, значительная часть общества предложит сделать Путина императором, вне зависимости от того, что он не имеет никакого отношения к Романовым. Или внезапно отыщутся Романовы, от которых протянули ниточку к Путину, и выяснилось, что там по седьмой версте они родственники. Все что угодно. Все что угодно. Задача переучреждения государства – это не задача сиюминутная. Она не может ставиться вопреки всей общественной ситуации и той обстановке, в том числе психологической, моральной, которая сейчас выросла в стране. Если власть и само государство российское нелегитимно, но мы, предположим, продолжим эту вашу мысль, то насколько легитимны будут сегодняшние договоренности, например, которые наметились в Стамбуле, по поводу безопасности, которая, значит, будет предоставлена Украине в случае прекращения этого действия, которое называют, с одной стороны, военные операции, с другой стороны, это там отечественная война для украинцев. Вот если нет у этого юридически легитимного государства Российской Федерации, тогда мы говорим о каких договорах, кто будет вести ответственность за их соблюдение? Дмитрий, это другая тема. Есть государство, есть власть. Власть – это люди так или иначе сменяемые, потому что все смертны. Таблетку от бессмертия. Чуть не сказал таблетку от бессмертия. Никто не изобрел. Путин не бессмертен. Смена власти все равно произойдет. Вот просто это неизбежно, как ход звезд на небе. Вопрос сейчас в другом. Легитимность подписи государства под любыми международными документами определяется теми, кто подписывает эти же документы с других сторон. Если США, Великобритания, Франция, Германия, Украина поставят подпись под этим документом, в котором будет установлено что-то, включая гарантии неприкосновенности границ Украины и гарантии ее безопасности, это будет признано легитимным документом. Вопрос переучреждения российского государства – это не международный вопрос. Это наш с вами внутренний вопрос. Это у нас нет государства. У нас его украли, разломали и выбросили на помойку. Но при этом такая помойка пышная, с позолотой, спецсвязью, из-за колющей проволокой, с бриллиантами. Это у нас украли государство. Никто вместо нас не будет государство России переучреждать. Это не вопрос ООН, ОБСЕ, Соединенных Штатов, Европейского Союза. Это наш с вами вопрос. Для них есть Путин, президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий. Но теперь, правда, его по-разному определяют из других стран России, другие уже появились оценки. Но никто не оспаривает, что Путин президент России. Будет подписывать от имени Россию. Все. Вопрос переучреждения российского государства – это вопрос российского общества. Это нам нужно к какому-то моменту своего осознания прийти и понимать, что так больше государства не может существовать. Все, что после 1917 года в России делалось, делалось с помощью двух инструментов – лжи и насилия. Ложь и насилие. Все. Больше ничего. Потому что из одной лжи вырастает другое. Правоприемником государства-насильника будет только государство-насильник, если оно не отказывается от своего правопредшественника. Но ведь Борис Николаевич Ельцин не осознал, что он не построил никакие государственные институты, страхующие от возврата к советскому прошлому. Ведь совершенно очевидно, что Путин – советский человек. И вся вот эта вот специфическая, уж процесируют Мальдештама, сброд танкашеих вождей вокруг Путина – это же все советское наследие, это советский тип мышления. Борис Николаевич тогда надеялся, что он является лично гарантом демократии. Вот, будучи гарантом демократии, он в итоге в 99-м году сделал выбор в пользу Владимира Владимировича Путина. Потом, судя по всему, очень сильно пожалел, только ничего уже не мог сделать. Общество же было выключено из процесса принятия решений. Операция «Приемник» родилась не в 99-м и не в 2000-м году. Операция «Приемник» родилась, по сути, в 96-м году, когда страну впервые изнасиловали на больших общенациональных выборах. Последние честные выборы в России – это 95-й год выборов в Госдуму. Все, все. После этого все выборы в той или иной степени – это выборы лжи, насилия и фальсификации. Просто чем дальше, тем больше. Поэтому это наш с вами вопрос, когда общество будет постепенно осознавать, очень тяжело, очень больно осознавать, что страна в тупике, что Путин – это не свет в конце туннеля, а Путин – это тупик. Тупик, из которого надо выбираться. Потом выбираться будет очень тяжело. Очень тяжело. Вы коснулись немножко сакрализации власти. Сказали, что могут найти сейчас и от Романовых, и от чего угодно, чтобы придать божественный статус власти нашего президента. Недавно мы видели, и вы, наверное, видели, как арестовали девушку, которая стояла с плакатом «У храма Христа Спасителя». С шестой заповедью «Не убей». Ее забрали. Как я понимаю, долго они советовались, там полицейские звонили куда-то. Ну, нестандартная ситуация, да. Ладно там, хотя уже тут ты даже не знаешь, о чем говорить. С пустым листом бумаги уже забирают. Забирают с пустым листом бумаги. Давно показали еще парня, стоял с карточкой «Мир». Просто показывал карточку «Сбербанка» «Мир». И его тоже забрали. Мы понимаем всю подноготную. Но вот с одной стороны сакрализация, с другой стороны они дико боятся, что ли, вот этого глубинного религиозного сознания людей. Вот вышло «Не убей». И сразу тебе на штраф. Они боятся всего. Они боятся народа. Они боятся общества. Они же знают, что они нелегитимны. Вся власть у них украдена. Вся власть украдена. Ни одни выборы, честно, не выиграны при Путине. Ни одни. Вообще ни одни. Они же знают, что они вытворяли. Усиление полицейской машины – это же не для обеспечения безопасности. Это для подавления инакомыслящих. Они же знают, откуда они вылезли и как они организуют выборы. В том числе, как были организованы все. Все, без исключения, кампании Путина. Им-то про себя все известно. Иллюзий никаких нет. Девушка у храма Христа Спасителя с шестой заповедью. Это вот просто разрыв шаблона системы. Во-первых, власть сейчас на самом деле нерелигиозная. Власть безбожная. Власть большевиков. Они большевики. Это просто нео-большевики. Они сторонники насилия. Они заявляют, что насилие является благом в политике. Какое отношение это может иметь к любой религии? Любой. Они не знают, что делать. Они реально не знают, что делать. Потому что как ломать людей об колено, понимают. Как бороться с инакомыслящими, понимают. Куча вещей, связанных с насилием, понимают. Собственно говоря, этому они учатся. А как построить государство, не понимают. Как разговаривать с обществом, не понимают. Что такое вера в Бога, не понимают. И не могут понимать. Потому что они в самом прямом смысле слова безбожники. Но это же власть антихриста. Совершенно очевидно. Здесь уже нет никаких сомнений. Это же видно вот по всему. Просто по всему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова